Друзья, всех приветствую! Находимся на родмире Криминальная Россия, сервер номер один. И я сейчас, если честно, проживаю необычную совсем жизнь. Как вы можете заметить, я сейчас работаю в правительстве. И на самом деле я заменяю абсолютно левого человека. Я притворяюсь министром для того, чтобы не было проблем. Министр, которого мы с вами похитили, я загримировался под этого министра. И сейчас я выдаю себя за него. И таким образом нет никакой шумихи в правительстве о том, что министр пропал. Но вот, незадача. Мне нужно отсюда каким-то образом смыться. Как-то исчезнуть. Я должен это все дело потихонечку распланировать. Ну а пока что, друзья, я просто вынужден притворяться и вести себя как наглый министр. Который сейчас, на сегодняшний момент, у нас в заложниках. Охрана, чё пришёл сюда? Здрасте. Хочу доложить, что нападавший не найден. Плохо, плохо. Плохой доклад на самом деле. Друзья, кто не смотрел прошлую серию, где на министра было совершено покушение, обязательно посмотрите. И естественно, это покушение устраивали мы и найти человека не могут. Но угрозы на данный момент не представляет. И вы можете выехать на встречу. На встречу? У нас встреча запланирована? Да, на сегодня запланировали вы. Так, я запамятовал. Напомню, что там вообще за встреча была. Чё-то я не припомню. С кем там встреча? Я понимаю, друзья, что опять же это странно. Для министра. Министр должен знать и понимать, с кем у него встреча. Ближайшие месяцы, наверное, даже. А я спрашиваю. Ну, учитывая ситуацию, то, что меня пытались убить, будем ссылаться, что это якобы шок какой-то. Я вот спрашиваю, что за встреча. Но с каким-то человеком вы не называли его имени? Не называл его имени? Так, а как я узнаю, с кем я тогда буду встречаться? Как бы, блин, по-твоему, тогда встретимся, а? Какая-то шишка в определенных кругах. В каких кругах? Слушай. Я, блин, не знаю, куда мы едем, с кем встреча. Ты как хочешь, чтобы я встречался? Наугад, что ли? Мне нужно понять, что это за человек. Вот скажи мне, куда я, по-твоему, поеду? Если я не знаю, куда и с кем. Мы будем вас защищать, как себя. И доедем в безопасности. За это не переживайте. Ты знаешь, куда ехать? Но мы это знаем. Нам за это и платят. А, так, значит, место есть. Слушайте, я не знаю, друзья, что за встреча? С каким-то человеком, имя которого даже охрана не знает. Это очень странно. Навигатор есть. Хорошо, хорошо, хорошо. Давайте. Мы можем выдвигаться. Поехали. Поехали. Без проблем. Мне даже интересно, честно говоря. Слушайте, я сейчас реально заменяю полностью свою жизнь на жизнь министра. И сейчас даже решаю какие-то его дела. Хотя мне, друзья, не нужно решать его дела. То есть я не с этой целью взял, нацепил на себя вот этот вот грим. А только лишь с целью, чтобы не было никакой шумихи. Едем. Ну, давайте, давайте. Так. Начинается опять. Начинается. Быстрее. Неужели, блин? Я уже хотел ругаться. Чуть не испортили мне настроение. Все, ладно. Раз я министр, то буду тогда, друзья, министром. Правильно? Я думаю, не будем сейчас как-то проявлять себя, выдавать себя, да? Я буду таким же человеком, которым он был наглым и строгим. Я министр. Не стоит этого забывать. Выезжаем из бункера. И едем на какую-то непонятную встречу, друзья. Но я вам скажу, с моей стороны удобнее. Тут есть столик, видите? Столик. Да, кстати говоря. Вот не подумали про меня. Охрана живет лучше меня, получается. Да, я так понимаю. Ладно, мне очень странно, что имя этого человека, ну, знает, получается, только министр. Да, его не знает охрана, его не знают люди из правительства, я так понимаю. Это даже, наверное, будет интересно. Друзья, пошариться в делишках губернатора, поузнавать, что же там интересного он скрывает. А наверняка это человек, который скрывает. Так, стой! Стой, 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 стой. Остановись. Дай выйду. Дай выйду. Ё-моё, ну, тормози. Механик, тихо, не ругайся. Я все видел прекрасно. Я все видел. Дружище. Эй, 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 эй. Я все видел. Ты не переживай. Вы целы, скажите? Я министр. Министр я, понимаете ли? Я все видел прекрасно. Вы извините, пожалуйста, да, нас. Извините мою охрану. Вот эту вот непонятную, которая вас подрезала. Ни в коем случае не пытались задеть вас, гражданских. Мы не хотели. Просим свое искреннее прощение. Так, давайте заплатим человеку. Что там происходит опять? Я вам компенсирую затраты. Надеюсь, вы на нас не обижаетесь. Да, 25 тысяч, я думаю, ему хватит. Машина, я уверен, застрахована. Поэтому, пожалуйста. Не хотели. Не хотели ни в коем случае. Так, давайте, поехали. Поехали, поехали. Нечего стоять. Дверь. Быстрее, быстрее. Молодец. Молодец. Вот, красавчик, красавчик. Ну, не туда, не туда сел. Давай, обратно. Еще раз. Еще раз. Ничего страшного. Давайте, поехали. Еще разочек. Открыли. Молодцы. Приучил. Приучил. Это хорошо. Все, быстро отправляемся. Я знаю прекрасно, друзья, что настоящий министр никогда бы так не сделал. Он увидел, да, беду на дороге. Он бы не остановился. Он бы не помог. Сказал бы, расстреляйте его, он бы сказал бы. Мешается на дороге. Я хотя бы чуть-чуть возместил. Ничего страшного. Вот. Ну, а мы, друзья, дальше продолжаем направляться к непонятному, к какому-то засекреченному типу, который скрывает свое имя. Товарищ министр, стрелок не найден, поэтому не выходите так неожиданно. Да, я понимаю, понимаю всю угрозу. Хорошо. Хорошо, вы беспокоитесь, это тоже хорошо, что вы беспокоитесь. Охрана должна беспокоиться за того, кого охраняет, в конце концов. Это уважение только. Что только в России не увидишь, да? Вы же постоянно проезжали мимо этих механиков и смеялись над ними. Вы подобряли к ним? Я, знаешь, немножко подумал после того, как на меня было совершено покушение. Я понял, что проживаю всего лишь одну жизнь. Смотрите-ка, замечаю, да, изменения в поведении. Выдаю я себя. Надо теперь их тоже уважать или продолжать над ними смеяться? Да вы зачем смеялись, охрана? Вас всех тут, блин, повольнять надо на самом деле. Засранцы такие. Уважать. Уважать граждан. Понятно? С этого дня. Это приказ. Всех работяг уважать. Автобусников. Трактористов. И тому подобное. Приняли. Вы нам будете платить за это? Я и так вам за это плачу. Да, раньше вы смеялись над работягами. Я знал, что он тот еще последний ублюдок, этот министр. Да, он только над своими сыновьями, по всей видимости, не смеялся. Но больше такого, я так понимаю, повторяться не будет. Больше мы не будем смеяться. Вы нам платили, чтобы мы смеялись. Кошмар. Кошмар. Министр, что я тебе вообще узнаю? Вот хорошо, что ты еще не умер, министр. У нас будет возможность с тобой, как говорится, поквитаться. Да? Немножечко. Так. Место какое-то, на самом деле, знакомое. Мы куда, собственно, едем-то? Ну, прям очень знакомое место. Прям очень знакомое место. Нет! Не говорите мне. Серьезно? Министр? С Донганом? Это... Мы... Мы приехали? Друзья, кто не знает, это... Очень, действительно, скрытный человек. Очень опасный и авторитетный человек. С которым мы подружились уже давным-давно. Это Донган. Донган, который... Не любит шуток. Который, в случае чего, сразу же убирает человека, у которого есть возможность по звонку убирать моментально людей. Это опасный человек. Я, на самом деле, даже сейчас немножко взволнован. Но почему он общается с министром? Что ему от него надо? Так, ладно. Видим себя, как полагается. Ну, приветствуем. Здравствуйте, министр. Рад вас видеть. И я вас. Ничего себе, какая у него охрана. Ну, ладно, это к министру, наверное. Прекрасно. Мы вас ждали. Чего, обыскать хотите? Серьезно? Ну, давайте, давайте. К Донгану обыскивают министра. Чтобы вы понимали. Хотите, я даже руки подниму, если надо. Обыскивайте, обыскивайте. Я чист. Все в порядке. Мы нашли стрелка. Да не трогайте вы его. Ну, что вы издеваетесь над гражданином? Так, прекратить. Прекратить. Прекратить, пожалуйста. Оставьте его. Оставьте его. Прекращайте. Я теперь понял. Видите, как охрана себя ведет? Просто мимо проходил человек. Он же просто идет мимо. Ну, что вы устраиваете в конце концов? Так, мы извиняемся. Не хотели. Не хотели, но лучше, чтобы вы ушли. Идите отсюда. Хорошо? Они сумасшедшие собаки. Не собаки. Исправим. Сейчас собаки, да. Но мы исправим потихонечку. Не переживайте. Это стрелок. Не надо наговаривать на него. Успокойтесь. Не надо наговаривать. Прекращайте уже издеваться над человеком. Можно компенсацию? Вы издеваетесь, что ли? Ладно. Хорошо, хорошо, хорошо. Компенсацию просит. Я министр, который готов компенсировать. Слушайте, ну сколько приходится за министра делов решать, я в шоке на самом деле. Все, на. На. Они вину сломали. Починишь. Починишь мост. Нос, вернее, у механика. Давай. Все, пошли. Пойдемте. Пойдемте. Обыскали? Все, ничего у меня нет. Оружия нет. Не переживайте. Все, я чисто как рыбка в воде. Пройдемте, вас ждут в доме. Я, честно говоря, в шоке, что меня сам лично Дунган ожидает. Я не знал, что он вообще знаком с министром. Все, спасибо. Спасибо. Не знаю, говорил ли он когда-нибудь вообще такие слова. Министр, да, своей охране. Проходите. Хорошо, хорошо. Давайте. Прямо закрыть дверь. Закрыть. Открыть дверь-то, пожалуйста. Господи. Вы что здесь будете, что ли? Я не понимаю. Быстро дверь откройте. Тук-тук. Здесь кто-нибудь есть? Дайте знак. Ох, Дунганчик. А где шляпа, интересно? Так, ладно. Аккуратненько проходим. Приветствую. Я даже не знаю, какие у нас отношения, честно говоря. Приветствую, приветствую. Как с ним разговаривать? О, какие люди. О, какие люди. Рад видеть такого человека, как я. Ты рад видеть Дунган. Я, честно говоря, и пожать даже руку. Ладно, хорошо. Давай пожмем руку Дунгану. Да, не ожидал от тебя. Не ожидал. Ну, здравствуй. Раз рад видеть меня. Сколько времени. Не знаю, сколько времени. Надо смотреть на часы. Ладно, давайте присядем. Хорошо, хорошо. Мне очень, друзья, сейчас интересно, что Дунган замышляет. Мы не только проделки министра сейчас, да, с вами раскроем. Но и проделки Дунгана. Вот что интересно. Давайте посидим. Отдохнем. Ну, рассказывайте. Или как, мы на ты, да, общаемся? Ну, рассказывай. Как ты здесь там? Без меня. У меня к тебе очень важный разговор. Дунган, я прекрасно понимаю, просто так ты никогда никого не позовешь в гости. Мы это знаем. Что все, кто у тебя находится в гостях, они пришли только для того, чтобы послушать важнейший разговор. Мы с тобой постоянно помогаем друг другу. Так вот. Ты же знаешь, что семья самая святое? Слушай, ну, ну, конечно. Ну, конечно. Я, честно тебе скажу, я недавно потерял двух целых сыновей. Разом, чтоб ты понимал. И мне больно. Мне больно, понимаешь, Дунган? Ты мне говоришь про семью какую-то. Семья это самое ценное, что есть у нас в жизни. Да, ты прав. Ты прав. На остальных мне плевать. Я знаю. Понимаю тебя прекрасно. Да, если бы. Вот у тебя бы сына не стало. Тогда бы я тебя понимал. Я-то потерял близких. А ты у нас потерял только жену. Помните, друзья, как у него жена погибла? Соболезную тебе. Сколько дел мы с тобой провернули? Да ладно. Бывает. Еще нарожаем, как говорится. В общем, я наслышан о том, что ты собираешься мстить. А, ты... Ты серьезно? Ты про этих-то? Из-за кого у меня сыновья погибли? Ничего себе, друзья. Вот этого я не ожидал информации. Да до Нагана дошла. Ты же понимаешь, что это скажется на наших с тобой отношениях? Это еще каким образом, мне интересно. Донган, при чем тут ты и люди, которых я решил наказать? Но мы-то понимаем, друзья. Они напрямую. Эти люди связаны с Доном Ганом. В общем, среди тех, кого ты хочешь наказать, мой сын. Ах ты. За сынишку пришел, да, поговорить? Вернее, позва. За сынишку, значит. Сына своего прикрыть. А как же я? А как же босс? А как же Шакро и София? Всех, кого он хотел убить? За сына? Ты про Пашу, что ли? Донган, а за других ты не хочешь поговорить, а? Или ты только за своего сына решил поговорить? Серьезно? Тебе надо, чтобы Паша был живой. Ну да. А ты в курсе, где сейчас Паша? Нет. Нет. Вот именно. Тогда скажи мне, пожалуйста. Дон, тогда какой из тебя вообще отец, если ты даже не знаешь, где твой сын? А я тебе скажу, где он. Он в больнице по причине того, что ему акула чуть ногу не откусила. А знаешь, кто эту акулу пустил в то озеро, где они отдыхали? Это был я. Что ты сказал? Да как ты... Сейчас, подожди. Я должен тебе кое-что дать. Сейчас. Куда ты пошел? Дон, куда ты пошел? Стой тут. Хорошо, я стою тут. Обалдеть. Мне неприятно просто слышать. Было бы куда более приятное, если бы он сообщил, что всех хочет прикрыть. Да, не наказывай их. Понятное дело, что два сына погибли. Он тоже понимает и хочет защитить своего сына. Это интересно, конечно. Это интересно. Донган, ты мне... Донган. Дон. 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 Зачем? Зачем? Тихо. Давай не будем горячиться. Дон. Я министр, если ты не забыл. Ты меня хочешь пристрелить? Знаешь, я за пашкета порву любого. А я дед. Так. Хорошо. Хорошо. Ты действительно хочешь, чтобы министр был наказан, правильно? Ты взял дробаш, ведь не просто так. Потому что ты жаждишь наказания министра, да? Ты хочешь, чтобы вот этот вот человек был мертв прямо сейчас? У тебя во дворе моя охрана. Как ты хочешь им объяснить мое исчезновение? Живым ты отсюда уже не выйдешь. Хм. Донган. Понятно, что министр бы так никогда не сказал. Он бы все это утаил, всю эту информацию. Послушай меня. Донган. Дон. Дон, послушай. Ты посмотри, пожалуйста, мне в глаза. У меня тоже. И я больше. Ну, понятно. Давай еще устроим войну тут охрана на охрану. Значит, посмотри. Посмотри в мои глаза. Повнимательней. И скажи, кто помогал тебе угнать твой черный воронок? А кто тебе привозил отдельный дом? А? Что? Ну, ты подумай. Ты подумай. А голос? Голос. На кого похож? На кого похож? Скажи. Ты не видишь, что я изменился немножко? Откуда ты знаешь? Голос? Хм. Разве? Я тот же министр? Ну, может, ты больной? Черт возьми, старый придурок, а. Блин, гухолемоч. Сними очки свои. Хорошо, что не на голову. А что, разве нет? Я полковник. Понятно? Я хоть и старый, но вижу хорошо. Теперь узнал? Все. Присядь. Присядь и убери пушку, пожалуйста. Видать, ты все-таки больной на голову. Все, садись. Старый, садись. Не выводи меня сейчас. Ладно, пожалуй. Еще стрельнешь меня. Вот это вообще будет кринжово, конечно, что ты меня сейчас убьешь. Да кто ты такой, чтобы мной командовать? Макс. Я? Макс. Черт возьми. Министр. Министр. В заложниках. В заложниках у босса и шакром. В смысле? А где настоящий? Что ты тут забыл? Чего? Я? Приехал на встречу. У нас же была договоренность. Они... Меня... Короче, меня охрана сюда привезла. Я временно его подменяю, чтобы не началась шумиха, понимаешь? Если ты здесь, то где настоящий. Старый. Блин, ну ты что, не слышишь меня, что ли? Он у босса. У босса и шакро. В заложниках. И он будет наказан. Он бы нас всех уже порешал, понимаешь? И сына твоего, он действительно поранил. Он на первого, кого напал на твоего сына. И я не понимаю, честно говоря, зачем ты с ним общался. А с Пашей все в порядке. Ну, в больнице пока. В больнице. Надо будет навестить его как-нибудь. Я его давно не видел. Вот ты, отец, видишь какой? Я вижу, ты с этим министром тут дела. Решаешь. Я обязательно отомщу этому министру. Запомни мое слово. Да мы уже мстим. Устроим общий самосуд. Только вот надо подстроить мое исчезновение. А пока... А пока будем решать важные дела. Потом сделаем пропажу века. Потом? Слушай, я не для этого как бы министра-то заменяю. Слушай, ладно, можно. Можно, Дон. Вот мне кое-что не хватает, честно тебе скажу. Если хочешь, я тебе помогу, конечно, в твоих делах. Но ты мне при этом условии дашь возможность снова по звонку убивать. Как это и было. Я звоню, говорю имя. И тут же через несколько секунд его убивают. Мне нужна эта функция. Давай мы с тобой договоримся. Дон. Ну? Ну ладно. Только пока ты на этой должности. Ага. То есть мне сейчас выгодно, да? Хорошо. Хорошо, да. Пусть будет так. И никуда с нее, понял? Окей. Окей. Пока понял. Честно говоря, я не хотел здесь засиживаться, Дон. Но раз это так надо для дел, то в принципе я готов. Жди звонка. Хорошо. Хорошо, Дон. Рад был тебя видеть. Покеда. Успехов. Успехов. Дон. Надеюсь, мы договорились с тобой. Слушайте, ну планы немножко меняются, друзья. Я сегодня хотел же подстроить пропажу свою каким-то образом, да? Но, блин. Дон, Дон. Ладно. Не знаю, что ты там затеял. И действительно ты хотел помочь только своему синишке или нам тоже. Будем надеяться, что ты не такой же человек, как и этот министр. Ну а мы же, друзья, в свою очередь должны пока побыть. Побыть, я так понимаю, временно этим министром. Порешать дела, помочь Дон Гану. Ну что, мы поговорили. А куда мы едем? Снова что ли в бункер? Все едем в бункер. Ё-моё, опять бункер. Ладно, давай, а ну-ка. Молодец. Молодец. Вот. Уважаю. Уважаю. Научились. Научились. Друзья, хорошо. Нам, к сожалению, придется, учитывая, что так попросил Дон Ган побывать, немножечко. В роли министра порешать дела. Как только он скажет, все, отбой, все дела решены, да, мы можем уже планировать исчезновение. Ну а я же, друзья, напоминаю, в свою очередь, что все события, которые вы видите, происходят исключительно на первом сервере. Радмира Криминальная Россия. Если вы еще здесь не играете, то ссылочка в описании есть. Обязательно приходите, вводите мой ник при регистрации. Также в игре вводите команду MN, далее 11 пункт, и в промокод вписываете MAXDIP большими буквами. И по достижении четвертого уровня получаете от меня денежку. Ну а я же каждого из вас благодарю за просмотр. Желаю всем удачи. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok